Девушки отдыхают 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 на вас, то наоборот бегут в припрыжку. От этих ребят и правда не знаешь чего ожидать. А уж если вы вдруг начинаете истекать кровью, то за вами в погоню тут же кинется толпа голодного разлагающегося мяса. Ну а то, что все они на одно лицо, так это понятно. Просто ресурсов не хватило на нормальное визуальное исполнение. Смущает другое. Почему схватки с зомби занимают здесь примерно такое же место, как и схватки с военными. Причем тупыми, предсказуемыми и скучными военными. Хотелось бы больше необычных противников, странных порождений генной инженерии вкупе с последними достижениями вирусологии. Да и то, что действие игры происходит в знаменитом Раккун-Сити, мы понимаем по нечастым вылазкам в сам город. Никакой свободы передвижения здесь естественно нет и по мини. Просто идем по прямой и убиваем все, что встречается на нашем пути. Большую же часть путешествия мы проведем все-таки в зданиях и на ограниченных площадках. А тут бесконечные коридоры, 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 потом опять коридоры. И никакого ощущения, что мы находимся в городе, охваченном катастрофой. Потому что город мы этот толком и не видим. А все, что видим, это однотипные скучные перестрелки, постоянное отсиживание в укрытии и толпы однотипных неприятелей. Скукота! Вытягивает игру исключительно многопользовательский режим. Без него оценка была бы балла на 2 ниже. Всего нас ждет 4 вида схваток, из которых самыми интересными нам показались биоугроза и герои. В биоугрозе нам необходимо найти ампулу с вирусом и доставить ее на базу. При этом нам приходится пробираться через толпы мертвяков. Да еще смотреть, чтобы откуда ни возьмись не появилась команда противников, которые просто мечтают выдрать ценный вирус из наших рук. Получилось интересно и напряженно. Режим героя же предполагает знакомство с самыми известными персонажами серии. Правда, побегать в роли Леона Кеннеди или Ады мы не сможем. Нам придется их защищать как от зомбиков, так и от других героев и от их команды. Наша же цель – убить героев, охраняемых противоположной командой. Получилось весело. Скажем честно, Resident Evil Operation Raccoon City не оправдала наших ожиданий. При этом давайте все-таки останемся объективными. Это не плохая игра, каковой ее активно пытаются выставить западные рецензенты. Она просто однотипна, скучна и незрелищна. Фанаты сериала Resident Evil наверняка останутся пусть и не до конца довольными, но, по крайней мере, Operation Raccoon City сможет скрасить ожидания пятой части. А всем остальным можно и, возможно, даже нужно проходить мимо. Хотите знать, каким должен быть настоящий командный шутер? Купите тогда уж Gears of War 3. Явно получите больше удовольствия. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru!